Чиканское подразделение Кишиневского суда выдало ордер на арест Вячеслава Платона. Это произошло после того, как он не явился в прокуратуру для предъявления обвинений в рейдерской атаке на коммерческий банк. Получить комментарий от адвоката Платона Иона Крецу не удалось. Он не ответил на телефонные звонки. Кроме рейдерской атаки, банкира обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Согласно расследованию Генпрокуратуры, в период с 2011 по 2015 год преступная группа, в которую входил Платон, используя фальшивые документы и финансовые средства, полученные из российского ландромата, организовала регистрацию сделок против воли законных владельцев или их преемников. Это позволило злоумышленникам получить пакет акций в размере 43,11% на сумму в 28 миллионов леев. А затем, чтобы скрыть незаконные происхождения украденных ценных бумаг, они перевели их нерезидентским компаниям, реальным бенефициарам которых был Платон. В результате всех махинаций банк какое-то время находился под его контролем. Между тем, прокуратура по борьбе с коррупцией объявила, что Платон вызван для предъявления обвинений по делу ландромата. Такой запрос направил Следственный комитет России. Еще одно дело, в котором фигурирует бизнесмен, касается двух объединенных эпизодов. Это подкуп сотрудников спецподразделения «Пантера», которые конвоировали его в суд, и вывод средств из трех страховых компаний. Платон с июля находится за пределами Молдовы. Изначально его адвокат сообщил, что тот вернется в течение 10 дней, чего не произошло. С тех пор его неоднократно видели в Лондоне.